Доброе утро, мои дорогие! Ну что, вчера было тепло, 26, а сегодня только 7. И когда я выглянула на улицу, даже не знаю, что одевать. И так не хочется ещё одевать куртку и одевать сапоги. Вы же видели, как я ещё всё в шлёпанцах ходила. Ну, сейчас вот посмотрела, подумала-подумала. Думаю, надо же идти коту за кормом. И вот так вот я оделась. Вот так вот я оделась. Спортивные штаны, байку, жилетку. И сумка, конечно, красная, немножко уже сюда не подходит. Но что делать, потому что я всё равно беру вот эту сумку на колёсах. Я сейчас в эту сумку положу ту сумку. Вот, а уже обратно тогда всё это будет в разобранном виде. Вот, иду, еду я в фикс-прайс. Коту закормим. Вот хочешь, не хочешь, а собирайся и едь. А на улице-то дождь. Небольшой, правда, но моросит, неприятный. Всё равно надо зонтик. Вот так. Всё равно надо зонтик брать и надо идти. Коту не скажет, что не хочу идти, правда? Да и вот я беру вроде бы много, но всё равно время проходит, и он съедает это всё. Опять надо идти. А у нас в нашем районе нигде фикс-прайса нету. Надо ехать. Надо ехать подальше. Поэтому я вот с утра собралась. Потом Людуська обещала прибежать тоже. Говорила, побежит там по делам по своим. Заплатить надо туда-сюда. Мне денежки принесёт за косметику, за водички за свои, которые мы вместе заказывали в прошлый раз. Так что пойду с утра сбегаю, а потом уже буду дома сидеть. Не знаю, чем буду заниматься. Вы знаете, что-то устала я даже видео снимать. Да и нечего. Погоды нет. В огород не выйдешь. В беседке не посидишь. Даже кот мой уже теперь дома ночует. Правда, сейчас вышел, и вот я позвала его. Не идёт. Не идёт. Где-то ходит под дождём. Потом приходит мокрый. Я уже на своё тахтуце застилаю простынь для него. А сегодня он обидел меня. Я ему в одном месте послала эту простынку, а он в другом месте улёгся с грязными своими ногами, с мокрыми. Я его хотела переложить, а он меня лапой. Представляете? Никогда не дрался, а тут он меня лапой. Ну, думаю, ладно. Говорю, придёт-ка, задава-за, придёшь ко мне на ручки. Не буду тебя гладить. Вот. А ещё, девочки, вон, залила свою чёлку этим самым. Залила лаком, чтобы не стала она такая страшненькая. А ещё глаза мои, плакали мои глазки. Нет, не дома ничего произошло. Просто я посмотрела сегодня видео, как у Кати. Это канал Катя.ру из Испании. Она, как у неё, умер котик. Ну вот, всё. Я даже до конца не досмотрела, не смогла. У меня слёзы полились. И всё, начинаю разговаривать, начинают слёзы литься. Всё, девочки, пошла я в магазин. А то обревевшая выйду на улицу. Ну что, приехала? Уныло так, уныло, сыро. Но дождик перестал капать, срезонтик брала. Но, смотрите, цветы ещё цветут. Ещё красивые-красивые цветики цветут. Елки здесь такие красивые, лесосные. Смотрите, как она до самого низа ветки опустила. Красотища какая. И под ней сухо. Сухо. И даже трава не растёт. Как будто кто-то вытоптал. Рука, конечно, дрожит. На руке висит сумка. Одна, вторая. Всегда, когда я иду, телефон трясётся. Я никогда не беру ни селфи-палку, ни какой-то этот самый штатив. Лишнее не таскаю с собой, потому что очень мало снимаю в городе. Там тоже, смотрите, какие красивые деревца за машинами. А что это за деревца такие интересные? Никогда, сколько сюда приезжала, никогда не обращала внимания. Какая красота. Всё, я в фикс-прайсе. Вот я и дома. Хорошо не попала под дождь. И зонтик не пришлось открывать. Купила шмяку вот три таких и три таких. Это для взрослых и для кастрированных. Вот чем они отличаются, интересно? Не знаю. Надо было как-нибудь прямо разобраться, почитать, чем они отличаются, вот эти вот пакетики. Но цена у них одинаковая. 0,66 копеек. Взяла свои любимые макароны. Такие вот перья. Конфеты. Вот сегодня Людуська придёт кофейку попить. Вообще люблю зелёненькие, но уже брала фиолетовые. А теперь уже и фиолетовых нету. Теперь только вот такие вот в красных. Но они внутри прямо похожи, только эти более горьковатые, потому что здесь больше шоколада. И девочки, увидела тарелку. Но как я могла пройти мимо розовой тарелки? Посмотрите, какая она красивая. Последнее время я всё варю себе кашки. И вот в розовой будет приятнее есть, чем в голубой. Правда? Всё, пошла переодеваться и что-нибудь готовить. Пришло сообщение из магазина Ост, что моя книжка пришла. Сейчас иду за книжкой. Иду мимо вот этого памятника. Смотрите, кругом цветочки ещё цветут. 10 градусов тепла у нас сегодня. Прохладно на улице, прохладно. Сейчас остановочку подъеду. Вроде бы автобус идёт. Вот там он в дом вдалеке, видите? Сереньким его обмазывают так. Снизу должен быть магазин. Ну, уже сколько он, наверное... Дом лет пять строится. Говорят, квартиры здесь очень-очень дорогие. У нас убрали киоск и поставили вот такой вот магазинчик. Такой вот большой, союз печать. Ну, может, это удобнее, но и девочкам, которые тут работают, конечно, им будет зимой будет теплее намного. Деревья уже желтеют. Смотрите, какое салатовое стало дерево. Интересное. А ёлки, конечно, красавицы. Красавицы в парке, ёлочки. Красотулечки. Листья опадают. Ну, вот ещё до сих пор всё было тепло. Поэтому ещё, смотрите, ещё дерево почти всё такое вот. Где-то жёлтенькое, где-то зелёненькое. Ремонты, сплошные ремонты. Меняют балконы. Вот этот магазин на углу, вот где закруто сейчас по краю аптека, а дальше там магазин. Вот. Что-то он такое несчастливое место. Какие бы ни были магазины, всё тут меняется и меняется. Немножко поработают и меняются. Филармония наша. Как давно мы никуда не ходили. Людуся приходит с работы, говорит, уставшая, без рук, без ног. Никуда уже в выходной день надо пойти. Продукты купить, к внуку съездить. Они тоже живут на другом конце города. Дети её. Говорят, не хочется никуда ходить. Совершенно. Вот так вот и живём. День до ночь, сутки прочь. Такая вот жизнь стала неинтересная. Люда говорит, господи, эту пенсию не дождаться. Не дождаться. Уже давно пошла на пенсию, а всё ещё приходится работать. Ещё столько. А зарплату всё сокращают. Денег всё меньше и меньше, говорит. Уже немножко я стала доплатить за квартиру, говорит. Слава богу, потом уже хоть вздохну. Может быть, куда-нибудь летом и поеду. Говорят, очень хочу котика, но не завожу, потому что кому я его оставлю потом. Вот, девочки, иду. А у меня, конечно, трясётся рука. Вот что-то говорят, что есть какое-то приспособление, чтобы вот это вот телефон, даже если дёргается, но всё равно, чтобы этого не было. Ну, вон, вон туда, вон, где рыженькие буковки, вон туда вот мне надо идти. Через дорогу, конечно, я не пойду с телефоном. Всё, пришла в магазинчик. Вон туда пойду дальше. Девочки сразу на меня обратили внимание, что это я такое снимаю. А я вот хочу пройти здесь. Такой стенд интересный. Надеюсь, что не будет мутно. Ой, музыка играет. Получила свою книжечку. Вы спрашиваете у меня часто, что я читаю. Ничего не читала, но вот теперь буду читать эту книгу. Так, что-то она не хочет вылазить. Уголочек крова на крышечке. Вот, читаю счастливо, как моя кошка. Секреты кошачьей мудрости для каждого человека. Вот, теперь очень ждала её. Целых две недели её не везли. Такая вот, с большими буквами, с картинками. Люблю такие книжки. Не люблю мелкий шрифт, когда он мне кажется нудным-нудным. Вот, такую вот книжоночку я сейчас буду читать. Потом я вам расскажу, о чём я здесь интересно почитала. Продолжение следует...